Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас обратимся к пятой главе второго послания апостола Павла Коринфянам. Пятая глава начинается с идеи, которую Павел предложил своему читателю и сам увидел в самом конце четвертой главы. Он говорил там о том, что вот есть наше сегодняшнее здесь, посюстороннее земное тело, внешний человек, то есть то, как мы видимся снаружи, говорит апостол, и внутренний, который обновляется. И продолжением этой мысли становится целый фрагмент первых стихов, первых десяти стихов пятой главы, где Павел строит описываемую им картину, образ вокруг понятия «наша земная хижина», «земной дом наш». Вот он называет, по-видимому, нашу земную жизнь, земное тело, земной наш дом – это хижина. Ну и надо полагать, для Павла здесь имеет значение некоторый уничижительный, я бы сказал, аспект. Мы бы, может быть, сказали «хибара» или «хлобуда» имеется в виду. «Хижина» как крайне такое халтурное, неприспособленное для жизни что-то. Ну вот, но, в конце концов, для Павла не это важно, хотя он употребляет это слово, вероятнее всего, именно за его эмоциональный оттенок. Важно, что он видит вот этот самый наш земной дом, хижина, и противопоставляет ему жилище на небесах. В контексте, пожалуй, не лишним будет заметить, что в окружающей культурной среде в этот момент существует несколько, вероятно, все же несколько течений религиозно-философских, которые считают, что человеческая душа нематериальная, призванная порхать о кебабочка и пить нектар и амброзию в Елисейских полях, и уж ни в коем случае не работать, что она заперта в теле, и что плоть темнится духой, и нужно избавиться от власти плоти, ну и прочее, прочее. Там дальше это все въявилось в историческую ткань христианства разными разговорами про то, как надо плоть умерщвлять, ее не кормить, не мыть, не знаю ничего, прочее, прочее. Вот это, понятное дело, эллинистическая идея, на самом деле, не библейская. Вот здесь Павел пытается ощупать эту модель, в которой плоть темнится духа, и он пытается втиснуть, хоть насколько это получится, свои взгляды в эту картину, потому что, конечно, эта модель была известна, конечно, какие-нибудь последователи Платона или неоплатоников, или стоиков тоже, и других религиозно-философских течений, более мелких, да, в той культурной среде, все говорили, что ну надо там что-то с плотью делать, наш дом тюрьма, в смысле наш земной дом, хижина, вот это вот самая плоть, тюрьма, жилища наше, наверное, на небесах. И вот Павел говорит, да, этот земной дом наш разрушится, но когда это произойдет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого и мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Таким образом он находит себя в этой картине, говорит, ну да, да, мы сейчас в хрупком, временном, ненадежном доме находимся. И вот у нас есть жилище на небесах. Знаете, Павел относится, по-видимому, к числу тех людей, которые как только поднимают глаза к небу, увлекаются, и им уже трудно что-то еще видеть. Он говорит о небе, он видит небо. И все то, с чего начался разговор, он старается к этому небу повернуть, приблизить. И вот что он говорит здесь. Он говорит, ну хорошо, ладно, да, мы воздыхаем, жаждем в это небесное жилище, но в каком виде мы туда придем? Только бы нам и одетыми не оказаться ногими, потому что да, мы в этой хижине воздыхаем, ну потому что мы не хотим, чтобы смертное поглощено было жизнью, облечься в жизнь, наполниться жизнью. Стало быть, Павел все же видит, что для того, чтобы выдвориться в это небесное жилище, которое у Бога, нам сейчас нужно наполняться жизнью, облечься в жизнь. Для этого Бог нас создал и дал нам залог духа. не когда-нибудь потом, когда мы выдворимся в то небесное жилище. Сейчас Бог дает нам вот этот залог духа, который делает нас способными смертное поглотить жизнью. Дальше апостол говорит, поэтому мы всегда храним мужество или решительность, что-то вот такое в нашем синодальном переводе по непонятным причинам, абсолютно непонятным. Это передано словом «благодушествуем», хотя это, в общем, никакого отношения к греческому оригиналу не имеет. Павел говорит, мы всегда стоим твердо, мужественно, действуем решительно, потому что знаем, что мы здесь поселены временно, мы выдворяемся в теле, и в этот момент, в этом состоянии мы устранены от Господа. И мы только еще верим в будущее, не видим, но только верим и надеемся, и желаем выйти из тела и выдвориться у Господа. Заметим, в другом письме Павел пишет, я хотел бы разрешиться и быть за Христом, потому что для меня жизнь Христоса – смерть приобретения. Вот это, видимо, та же самая мысль, которая у него сидит в голове на протяжении длительного времени. Мы хотели бы выйти из тела и выдвориться у Господа для того, чтобы быть Ему угодными. Быть Ему угодными. Вот мысль о том, что наш дом у Бога, наш дом на небе, приводит Павла еще и к тому, что да, действительно, значит, здесь мы от Бога отделены, да, здесь мы не видим, но верой ходим к тому, что здесь, да, нам дан залог Духа, чтобы мы уже сейчас поглощали смертной жизнью, и все равно. Павел в конце концов говорит здесь, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. То есть он на самом деле, начав с картины плоть, темница, души, и поэтому надо этот дом разрушить, и пусть душа улетает куда-то там, значит, да, в иные миры, заканчивает Павел тем, что он все равно знает твердо. Так не получится. Значение имеет, как ты в этом земном теле живешь, при том, что Бог тебе дал, и дал залог Духа, и дал веру. Что ты делаешь, живя в теле, доброе или худое? От этого зависит то, что с тобой будет, зависит чрезвычайно важная идея, между прочим, служащая в каком-то смысле водоразделом между, там, например, верой иудеев и некоторыми религиозно-философскими течениями, которые не очень нам интересны сейчас, то, что важно для апостола Павла, вот эту библейскую нравственную ответственность нельзя отвергнуть, нельзя, христианин без этого обойтись не может. Вот это в первом фрагменте пятой главы чрезвычайно важная вещь. А дальше апостол в каком-то смысле подводит итог предыдущим нескольким главам. Подводит итог для того, чтобы можно было двинуться дальше. Все то, что он так пунктами, фрагментами, кругами нарисовал за предыдущие пять глав, он говорит, дело не в том, что я про себя вам что-то рассказываю, ну вот, но просто это по любви, это потому, что я хочу, чтобы мы снова с вами нашли общий язык, и любовь Христова объемлет нас, поэтому, говорит апостол, один умер за всех, и все умерли, то есть, он пишет коринфянам, что я ради того, чтобы найти общую жизнь, единство с вами, пишу вам, вы понимаете, потому что умер Христос, и мы все в нем умираем, ради него умираем, только что он говорил в предыдущей главе о мертвости Господа в телах наших, вот, он за всех умер, понимаете, какая штука, это важно для апостола, важно, он считает, что люди, вступающие в завет, вот настолько соединяются со Христом, что эти слова становятся по-настоящему реальностью, Христос за всех умер, и все в нем та прежняя жизнь, которая была до соединения со Христом, ее уже нет, она уже кончилась, потому что любовь Христова объемлет нас всех, соединяет, обнимает, приводит в одно, и дальше потрясающим совершенно образом апостол говорит, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Ну вот, собственно, как Павел видит спасение людей, он говорит, Христос любит нас, и это нас любовь соединяет, и он за нас уже умер, и поэтому для нас начинается другая, новая жизнь, потому что мы с ним, и он умер для того, чтобы мы уже жили не для себя, но для умершего и воскресшего. И это, собственно, наверное, ключевой такой вывод из всего предыдущего. Апостол говорит о том, что ну вот, давайте постараемся увидеть друг друга в этой объемлющей любви Христа. Дальше апостол продолжает свою мысль, говоря, что ну мы сейчас по плоти в общем мало что друг в друге понимаем. Древнее прошло, да, вот, если мы знали Христа по плоти, ныне уже не знаем, мы никого не знаем по плоти, но тот, кто во Христе, это новая тварь. Значит, для апостола действительно крещение, вступление в завет это новое творение, все то прошло, теперь новая тварь, потому что Бог примирил с собой мир и дал и нам тоже служение примирения. Весь разговор всех этих глав о том, почему Павел пытается найти с коринфянами общий язык, что он видит для этого основания, он говорит, ну вот, ну вот, Христова любовь объемлет, и мы теперь новое, мы не можем оставаться в прежнем огорчении, разделении, непрощении, Бог дал нам служение примирения, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Значит, ключевое слово примирения, то, которое в первой главе было утешением, да, он то слово использовал, потом он во второй главе говорил о прощении и дальше о видении во Христе, о служении в духе, вот, служение примирения. Павел говорит об этом Коринфянам, с которыми он как раз примирение и ищет. Ну, и он не может не проговорить каких-то вещей, каких-то следствий, выводов из того, как он видит эту картину. Итак, любовь Христова объемлет нас, мы умерли и живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего, и теперь новая тварь, другое, древнее прошло, теперь все новое во Христе, потому что Бог примирил в Иисусе мир с собой и нам дал это служение примирения, вот, не вменяя людям преступлений их, не вменяя людям преступлений их. Тоже очень важно, это прощение, это примирение совершается не через закон, для Павла тоже эта тема имеет весьма и весьма существенное значение, и поэтому, говорит Павел, «Я прошу вас от имени Христова примиритесь с Богом, примиритесь с Богом», и для него в первую очередь это означает призыв примириться с ним, с Павлом в том числе, он говорит «Вы с Богом примиритесь, дел не во мне», но вот это состояние конфликта, несогласия, непримиренности, оно и с Богом в первую очередь делает нас разделенными, поэтому от имени Христова просим примиритесь с Богом, потому что для того, говорит апостол, он и сделал Христа жертвой, чтобы мы могли сделаться праведными перед Богом. Вот эта картина Христа, который умер за нас и уже в нем дан нам путь воскресения, служения, примирения, сделаться праведными, да, Бог не вменяет людям преступлений, а мы призываем от имени Христова примиритесь с Богом. вот так Павел увидел во второй половине пятой главы то, что, собственно, и в первой половине было описано, картину, где есть небесное жилище и земное. Вот для него важно, что это жизнь духа, жизнь примирения, жизнь во Христе воскресшем, она здесь начинается, не дожидаясь разрушения земной хижины и построения небесной.